Соседи обменялись опытом. В Наринмар из Ямала-Ненецкого автономного округа прилетела мастерица по пошиву Ненецкой национальной одежды. Любовь Пуйко провела мастер-класс для местных рукодельниц и мастериц в селе Ома. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Я хочу зашить ягушку национальную. Так необычно для нас жители Ненецкого автономного округа называется паницы на Ямале – ягушка. Ямал, как и наш регион, славится мастерицами по пошиву национальной Ненецкой одежды и аксессуаров к ней. Мастер-класс с нашими землячками в Наринмаре провела Любовь Пуйко. Она сшила тучейку – необходимую сумочку для каждой мастерицы. На этот раз я решила, что мы должны сшить тучейку. Привезла с собой полностью материал, раздала всем ножницы, ножи, все скроили, все работали. Сейчас сегодня у нас уже все почти что завершили, зашили тучейки. Для участниц клуба «Мастериц» встреча с рукодельницей из другого региона – важное событие. Женщины радушно приняли гостью и благодарны за полученный опыт. Я только знакомлюсь с местным колоритом, потому что я здесь живу только несколько месяцев. Мне все интересно. Вот эта сумочка – это имитация оленя. Вот это глаза оленя, вот это морда оленя. Встречу с мастерицей из Ямальской тундры организовал этнокультурный центр Ненецкого автономного округа. Любовь уже не в первый раз в нашем регионе, но каждый приезд рукодельницы сопровождается получением полезных навыков местными мастерицами. Приехала специально шить тучейку себе, потому что у меня испаница очень красивая, шикарная. Хочу дополнить свой наряд, потому что мы участвуем, мы ездим на сокровище севера, мы тут ездили. Торговля у нас бывает уже в Дальдаринмаре, выезжаем тоже на торговые площадки с сувенирной продукцией. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Изерен мастерства – дерево-ремесел». Он позволяет расширить межрегиональные связи и культурное сотрудничество между субъектами нашей страны. Творческий десант после проведения мастер-класса на Ринмаре отправился в село Ома. Там в течение трех дней для местных жителей проводили различные мероприятия по ненецкой культуре. Они будут заниматься ручным ткачеством ненецких традиционных поясов, бисерное ткачество на станке и вручную. И также они немножко затронут такую очень интересную тему – это изготовление сувениров из меха и кожи оленя. Чтобы приехать к нам, Любовь Пуйко пришлось проделать длинный и нелегкий путь из стойбища Ямала-Ненецкого автономного округа. У нас стойбищ стоит возле реки. Чтобы добраться до станции и сесть на поезд, надо сперва на лодке проехать полтора километра. Ну, километр. Потом мы поднимаемся на мост. Это вы, наверное, слышали, что за полярным кругом самый длинный мост. Обска Ябаваненкова. Три километра, там девятьсот сколько-то метров. Мы поднялись и потопали на станцию по ней. Километра четыре-пять. Пошли пешочком по пересеченной местности с этими скамусами, с рюкзаками. Вот сели на поезд, приехали. А с Альхада тогда на самолете до Москвы, а с Москвы уже сюда. Любовь Пуйко с семьёй ведёт полукочевой образ жизни. Большую часть времени проводят в тундре. Ранее, когда дети ходили в школу, они жили в посёлке Яр-Салем. У женщины с большим сердцем в семье восемь детей. Три родных сына, пятеро приёмных, четыре дочки и сын. Всеми своим детям мастерица сумела привить любовь к родной культуре и национальным традициям. Когда мы их взяли в 2006 году, им было по пять, по шесть лет. Вот они маленькие. И каждое лето мы ездили с моими родственниками в тундру на Качеве. Они, смотря на тундровых детей, научились, изучили свой родной язык. Они чисто говорят на родном языке, хотя до этого они из детского дома, когда приехали, они ни одного слова не знали. А так, находясь среди их кочевых детишек, они изучили свой язык. И я их научила и шить, бисер плести, шить, выделывать. В суровом климате ямальской тундры, как и в нашем округе, без традиционной ниньской одежды не обойтись. Всю семью любовь одевают в якушки ямалицы, которые шьёт вручную. Почевой народ в основном там у нас на Ямале же кочуют. В магазины вещь одевать там холодно. Вот приходится постоянно шить. Ну, постоянно шьют меховую одежду для семьи, для всей семьи. Начиная от мала до велика. Иногда, даже если минус 50, там на одной малице не обойдёшься. Надо сверху ещё совик зашить, сверх малице, для тепла. Любовь Пойко с самого детства владеет иголкой и ниткой, как это и принято в традиционных ниньских семьях. В 5-6 лет начала шить игрушки и сувениры. Дальше больше. Из меха всё я шью. Зимнюю одежду, национальную одежду ниньицкую. Летнюю я шью. Да всё, мне всё нравится. Если я в посёлке, я вязать нравится, чтобы не шерстить в этом доме. В стунре шить. Узоры в них, игушки, малицы, пимы. И даже платье, в котором Любовь провела мастер-класс, она шила сама всего за один вечер перед выездом к нам в Нинецкий округ. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал Север.